Готовы? Мне сказали, что все вы в одной комнате со мной, и мне нужно кричать до Москвы прям громким голосом. Поэтому мне нужно потише говорить, потому что, как мне сказали, это пересекается, как бы мешает переводу, поэтому постараюсь потише говорить. На этой лекции я хочу поговорить о внутренней привлекательности идеи Бога. Вот этой идеей Бога, что Бог – Творец, Абсолют, Совершенный во всех своих апрекутах и источника всего, что не является Богом. Это вот понятие Бога в монотеизме. И, конечно, это Бог, которого проповедуют христиане, которого проповедовали иудеи. И я убежден в том, что ислам в своих лучших формах, по крайней мере, пытается провозглашать того же Бога. И многие ветви индуизма тоже подходят к подобному же взгляду на Бога. Конечно, есть пантеистические ветви в индуизме, которые, пожалуй, являются доминирующими, вот, с 13 века. Но есть и очень, достаточно сильные течения, в которых придерживается такое верование, что Бога, как Абсолют, который создает все остальное, что не является Богом. Это понятие, оно невероятно сильное, эта концепция. Неважно, верите вы в это или нет, атеисты ли верующие, эмпирические сами свидетельства таковы, что для человека, для человеческого существа, это понятие чрезвычайно привлекательное. Почему? Если просто посчитать, сколько в мире христиан, мусульман и иудеев, то получится, что более половины всего населения данного шара верит в такую идею Бога. Если посчитать индуистов монотеистического взгляда, а не пантеистического, очевидно, что это чрезвычайно привлекательная концепция. Иногда этот взгляд, иногда неверующие высказывают такой взгляд. И, например, вот в коммунистической пропаганде против религии это было достаточно спространенным взглядом в начале 20 века. Когда говорилось такое, вы верите в Бога только потому, что ваши родители в Него верят? Или только потому верите в Бога, что вот как бы уже в самой культуре это было принято? Если бы это было бы так, то это не может объяснить, совершенно не может объяснить, почему вера в Бога так сильно распространилась по всему миру. Если провести исследование, вот как люди верят в Бога, как люди верили в Бога, например, в 7 веке, в 6 веке до нашей эры, то вот идея того, что существует один Бог-творец, который вне природы, который сотворил все, что не является Богом, вот такой опрос не нашел бы ни одного человека, кто бы так верил. То есть практически все тогда на планете были приверженцами либо анимистической религии, либо многобожия, но однако уже через несколько столетий этот взгляд среди человечества стал наиболее распространенным. Вот это понятие Бога, который вне трансцендентной этой реальности является источником всего остального, что не является Богом, и который является совершенством всех качеств. Если Он силен, то Он бесконечно силен, если мудр, то бесконечно мудр, и вот все эти другие классические атрибуты Бога. Вот это понятие распространилось очень широко, и вы на это ответите, что просто потому, что родители так верили, но если бы все люди верили так, как их родители, то так бы и продолжали верить во множество Богов. То есть получается, что в этой идее Бога есть что-то невероятно привлекательное для человеческого разума, и я хочу поговорить о том, что это, и что как привлекательное в этой идее Бога, и разумно. То есть пока что мы не доказываем, что Бог существует, просто мы говорим о том, почему верить это разумно, и почему столько людей во стольких разных странах вот увидели в вере Бога такую привлекательную для себя вещь. Первое, кстати, как по громкости? Как по громкости? Можно ли я еще потише говорить? Бог – это идеальный кандидат на первопричину всего сущего, то есть на первопричину для всего, что не является Богом. Вот если вы мыслящий человек, то вы когда-нибудь задавались таким вопросом, а почему вообще есть что-то, вместо того, чтобы не было ничего? Откуда все взялось? И я знаю, как ответить на этот вопрос по отношению обычных предметов. Например, вот провод от компьютера. Надеюсь, что он снабжает компьютер энергией. Увидим. Откуда он взялся? Скорее всего, где-то сделан на фабрике в Китае. Это компьютер Apple, но, скорее всего, взял в Китае. Откуда взялась эта фабрика, где делают провода? Ну, акционеры компании Apple вложили часть денег в постройку зданий, снабжение технологий, в зарплату рабочим. И так появился этот завод, этот фабрик. И мы можем проследить вот это объяснение. Каждый раз, когда вы задаете следующий вопрос, я могу задать вам, я могу ответить вам на него, но когда-нибудь это остановится, найдется ли первопричина, когда уже больше вопросов невозможно будет задать? То есть, дойдем ли мы до такого, что, когда мы скажем, понятно, теперь понятно, откуда все произошло. Вот отсюда. И человеческий разум задает вот такой вопрос по природе. А откуда вообще все могло взяться? Например, вы говорите, что, вызывайте, что все произошло от большого взрыва. Ответ-то, в общем-то, не слишком удовлетворительный, по крайней мере, свидетельство не слишком удовлетворительный. То есть, разуму человеческому не на чем успокоиться. И если действительно большой взрыв произошел, хотя еще это нужно доказать, то он явился началом для всего этой Вселенной, для появления материи, пространства, для появления времени. То есть, это первый момент времени, это момент большого взрыва. Ну, задается вопрос, а что произошло в момент предшествующей, да, большому взрыву? Да, что там было? Согласно этой теории, не было времени, не было ничего. Это был вот такой момент начала. Один из постулатов общей теории относительности, что время и пространство возникли одновременно. И это было такое научное объяснение того, как произошел большой взрыв. Но наш разум этим не удовлетворен, этим ответом. И посмотрите, сколько людей теоретизируют и говорят, что, ну, может быть, было множество Вселенных, и в каждой Вселенной подошел свой большой взрыв. И есть черные дыры, которые как вот некие космические яйца, из которых рождаются новые формы жизни. То есть, все это спекулятивно во многом. И сказать, что это недостаточно хорошо подтверждено, это ничего не сказать. Но откуда все это взялось-то? Вот задается опять вопрос, откуда? И какое будет чувство, когда дойдешь до конца этих вопросов бесконечно, когда ты понимаешь, что существует что-то, которое все объясняет, но вот как это само возникло, тут даже нет понятия, невозможно объяснить, как это возникло. То есть, даже невозможно понять, как объяснить эту первопричину. Вот такая вещь, такой объект является первопричиной, которой уже нет объяснений для нее, как она возникла. Идея Бога – это именно такая первопричина. Независимые мыслители разных культур, разных стран, они осознавали, что да, если Бог действительно существует, то Он, конечно, является причиной для объяснения всего сущего. И уже нельзя ответить на вопрос, откуда Он произошел, потому что даже нельзя задать такой вопрос. И понятно, что Бог – это не такое существо, которое может произойти из чего-то другого. То есть, если вы не Бог, то вы не можете как бы вырасти в Бога. Например, мы заявляем, что Бог все могу. То же самое касается знания. Если я самый умный человек в Вселенной, это гипотеза, да, я вовсе не такой умный. Но представьте, что я самый умный человек на этой планете. То насколько далеко я бы отстоял от Бога? Все равно бесконечно далеко от Бога. Если я бы с каждым днем становился умнее и умнее, умнее и умнее. Может быть, я бы мозг свой подключил к интернету, и все данные бы закачивал себе в мозг из интернета. И вот тысячи работников работали бы на пополнение моей базы данных к мозгу. Постоянно бы она пополнялась. Сколько бы времени потребовалось, чтобы я стал таким же умным, как Бог? Ответ на такой. Да никогда бы это не произошло, потому что это бесконечность. Я не могу, добавляя конечное количество к чему-то конечному, получить бесконечность. Бесконечное мудрое существо, бесконечно разумное, как мы говорим о Богу. То есть, какое-то конечное существо не может стать бесконечным. То есть, Бог либо есть, либо нет. Тут вы сами решаете для себя, делаете выбор. Но если его не существует, то он и не может возникнуть. Нет. А если он существует, то тоже невозможно объяснить его существование. Он всегда существовал и всегда существует. «Чашка холодной воды во имя Иисуса». Спасибо большое. Так, Бог идеальный кандидат на эту роль. Человеческий разум задается этим вопросом, естественно. Если вы читали книги по христианской апологетике, это исток для того аргумента, который сейчас называют «космологическим». Но я думаю, что вот это действительно достаточно удовлетворительный постулат. Если есть Бог, значит, Он является причиной для существования всего остального. А если нет, то получается, что нет причины для возникновения всего существования. И получается, что мы не знаем причину всего сущего, и нам приходится принять, что мы это не знаем. Вот почему, по моему мнению, идея Бога так привлекательна. Еще одна причина того, почему идея Бога так привлекательна для людей. И это интересное тоже понятие. Люди, судя по всему, как бы запрограммированы на поклонение чему-то и кому-то. И, опять же, вы можете сказать, что это только в христианской, в библейской культуре так есть. Назовите мне культуру, любую, самую далекую от Библии, от христианства, и я покажу вам, что люди там чему-то поклоняются. Они благодарят нечто большее, какой-то внешней силе. Люди восхваляют, и, судя по всему, это заложено в человеческую природу. Я сейчас не заявляю о том, что это доказательство существования этих существ, но просто люди такие в любой природе. Есть некое поклонение чему-то. Вот один пример, который я нахожу очень занимательным. Возможно, вы знаете этого автора по имени Дуглас Адамса, английский писатель. Путеводитель по вселенной, что-то вроде того, он эту книгу написал. То есть, да, очень такой мрачный персонаж, но забавный, я его читаю. Он ревностный атеист, он недавно скончался, но он был страшным атеистом, считал, что вся религия – это глупость. Но одна из последних книг, «Перед смертью», он в своей книге провел такой аргумент. Он выступал за сохранение природы, сохранение джунглей. И вот в одном из своих текстов он описывает, как он посвящал фьорды на юго-западе Новой Зеланди. Я там никогда не был, но, очевидно, это очень интересные места. И он писал, что это ландшафт, где хочется встать и просто аплодировать. Как там красиво. Замечательная фраза, да, и он свою мысль провел, да, нужно беречь природу, это сокровище для всего человечества, все это верно. Но вот представьте себе, что это значит для атеиста сказать, что это ландшафт, это пейзаж, которому хочется аплодировать. Кому вы аплодируете? Кому? Кто принимает ваши аплодисменты? Я просто говорю вам, что неважно, во что бы вы ни верили, ваше сердце, сердце человечества по природе обращается к поклонению. Оно по природе своей хочет чему-то поклониться. Поэтому иногда люди поклоняются деревьям или лесу, если, например, особенно их жизнь зависит от леса, или если зависит их жизнь от океана, океану, если от солнца. От солнца мы все в той или иной сфере области зависим. Солнцу поклоняются, каким-то животным, луне, или, может быть, чему-то более абстрактному, ну, например, силе плодовитости, или силе военной, подобным вещам. Но люди находят для себя какие-то способы поклонения. И проблема в том, что когда я поклоняюсь, я как бы говорю этому объекту, ты достоин получить от меня эту похвалу, это поклонение. Я поклоняюсь, потому что ты достоин. И тут я уже встаю на такую дорожку, вот если задуматься, можно об этом не задумываться, всю жизнь прожить и оценить свои верования. Но, например, если вы говорите силе победной, или, например, силе солнца, ты достоин моего поклонения. Можно подумать, а есть ли что-то, что более достойно такого поклонения? А что было бы более достойно моего поклонения, чем, например, Бог войны, которому я поклоняюсь, или Бог солнца, или Бог богиня плодородия, что объясняет их происхождение и объясняет их хорошие качества. Потому что если я действительно найду такого Бога, то Бог имеет больше смысла поклоняться Ему. И мы видим в греческой культуре, в древнегреческой, в древнеиндийской, когда многобожие становилось все более и более абстрактным. И я говорил, что да, у нас множество местных божеств, но они лишь выражение какого-то более высшего большинства. Это лишь проявление Рамы, а потом Рама, проявление Шилы. Я тут путал немного, кто является определением кого, но вот происходит такое восхождение к более высшему существу. И возникает вопрос, а есть что-то еще более высокое, более достойное поклонения? Если что-то имеет суперсилу, а если что-то имеет абсолютную силу, или кто-то очень мудрый, а если кто безмерно мудрый? И это характеристика уже человеческой психологии. Я просто говорю, что это некий аттрактор, это то, что привлекает человеческий разум, особенно разум великих мышлителей. Он восходил все выше и выше, а до тех пор пока не возникает вопроса, где можно, вот, ища себе достойный объект, остановиться и сказать, ну а где вот первопричина? И мы доходим до этого абсолютного существа, которое выше, больше всего остального, источник всего остального, и воплощает в себе все совершенные качества, совершенство мудрости, совершенство силы и так далее. И когда уже человеку не нужно волноваться и думать о том, есть ли что-то высшее, это уже высшее, то есть это уже самое высшее из существ, которые только можно помыслить, и это как бы естественная остановка для нашего мыслительного процесса, и поэтому идея Бога становится для нас чрезвычайно привлекательной. По той же причине, это Бог идеальный кандидат для первопричины всего сущего, идеальный кандидат для того, чтобы обращать к Нему поклонение, вот так же идеальный кандидат для того, чтобы объяснить нам, самим себе, нравственность. Неважно, из какой бы вы культуры ни были, из какой бы общины, чему бы вас ни учили, все люди, каждый человек испытывает какие-то нравственные борения, и каждый человек знает, что правильно, что хорошо, и пытается это делать, но, к сожалению, многим это не удается, люди могут испытывать чувство вины, и они задаются вопросом, могут ли поручить прощение за это, то есть у всех есть какие-то нравственные терзания. Это странно, потому что нравственность сама по себе не имеет для нас какой-то практической ценности. Очень часто то, что я считаю нравственным, на самом деле для меня может причинить мне вред. То есть, например, нравственно для меня поделиться с едой с кем-то, но я тогда умному остаться голодным, или кому-то, не дающимся отдать деньги, но я-то сам мог бы найти им лучшее применение. То есть это странная такая идея, но когда я отвечаю на вот этот нравственный импульс, я чувствую, что он действительно меня тянет и как-то попирает мои собственные желания, то, что полезно для моего организма, и даже может преодолеть мое желание жить. То есть, самые глубокие мыслители человечества над этим задумывались, вот как мне понимать эту Вселенную, в которой есть некое побуждение, идущее неизвестно откуда, свыше, говорящее, что нужно жить нравственно. И разные высказывались объяснения, идеи, но те объяснения, которые наиболее обоснованы, кажутся, они таковы, в которых говорится, что сама Вселенная управляется бесконечно благим существом. То есть, наши нравственные чувства, и вы, и я не идеальные люди, но обычно они происходят из высшей части нашего существа. Моя мораль, моя нравственность, которая кажется настолько требовательной, что даже иногда можно жизнь отдать за то, что считаешь нравственным. И, судя по всему, это приходит ко мне свыше. И что это за Вселенная, в которой существует такое понятие нравственности? И вот такая первопричина нравственности, нашего нравственного опыта. Я думаю, тут должно быть два таких... То есть, это существо должно быть воплощением всей нравственности, то есть, идеально нравственным. Например, вот в чем была трудность для человека, живущего в пятом веке Танасшеры в Афине? И вот главным божеством был Зевс. Им клялись и обещали, что во имя Зевса я воспитаю жену во имя... воспитаю детей во имя Зевса и я буду верен жене. То есть, в чем тут сложность с Зевсом считать идеалом морали? А как Зевс-то собственным браком, собственным домом управлял, скажем так? На самом деле, греки рассказывают в своих мифах, что вот Зевс совершил прелюбодение вот с этой нимфой, вот с этим мальчиком, вот с этим деревом и так далее. И вот у него отпрыск возник, один отпрыск, вот, гора, другой отпрыск, река и так далее. То есть, Зевс, в общем-то, как пример нравственной ужасен, он совсем никакой не пример. И чтобы действительно быть примером морали, это существо должно быть идеальным с нравственной точки зрения. И тогда это будет иметь для меня смысл и будет идеальным нравственным руководством для всей вселенной. И второе, это существо, это вот идеально-настное существо должно быть неприступным для других существ. Если вернуться к бедному Зевсу, почему он был главным богом, почему он был таким гарантом всего естественного мира? он ограничил титанов, которые слишком сотрясали мир. Он был гарантом порядка в мире и гарантом морали неким. Но как он пришел к власти? Как он стал таким главным богом? Реки рассказывают все, что он убил отца своего для этого. Он набрался достаточно сил для того, чтобы не спровергнуть того, кто властвовал до него. И затем вы начинаете думать, а может быть, кто-то наберется власти для того, чтобы сбросить Зевса? И что у нас опять будет на небе революция среди богов? И какому-то новому богу придется следовать. И должен быть бог, который идеален нравственно, но также неприступный, неуязвимый для любых других влияний. И, по сути, мы приходим к тому же существу, о котором мы уже говорили, который является первопричиной всего и который является идеальным объектом нашего поклонения. И это также то же существо, которое нас удовлетворяет как идеальный нравственный авторитет. Я сейчас не говорю о том, что это доказывает существование Бога, я просто говорю о том, что мозг наш, действительно, разум наш привлекает идею существования Бога. Я сейчас хочу сказать, что то же самое происходит, когда люди задумываются о том, каково жить в мире, где жизнь имеет смысл. И если достаточно долго об этом думать, то, пожалуй, единственный вариант возникает такая мысль, что есть некий источник всякого смысла, всякого прочего смысла в мире. Это приводит вас к Богу. И то же самое относительно истины. То есть, что должно быть для того, чтобы мои убеждения соответствовали истинному положению во Вселенной. И в итоге мы приходим к окончательному, к бесконечному источнику мудрости, истинности, то есть к Богу. То есть, разум неизменно восходит к этой идее Бога, как к Верховному существу в этом смысле. Есть мыслитель, у которого я учился, Ричард Свинборн, писал под его руководством диссертацию в Оксфорде, и он рассматривал множество этих идей, которые я вам сейчас рассказываю, и вот некую математическую форму их даже облег вместе. И аргументы его настолько интересны, что я хочу с ним поделиться, им поделиться с вами. И он объясняет, почему идея Бога, очевидно, она очень привлекательна для человека, но он говорит о том, почему она так привлекательна, почему разум наш успокаивается, доходя до идеи Бога. Аргумент это звучит примерно так. И потерпите там несколько этапов, скажем, в этом аргументе. Можете делать записи. Кстати, как с громкостью, это нормально все? Так, первый аргумент относительно Бога. Это так называемая бритва Акама. Бритву Акама мы используем постоянно. Объясняется очень по-разному этот аргумент, но, по сути, что это означает? Когда вы предлагаете какие-то теории или объяснения. Вот, например, у вас две теории, и обе теории объясняют очень хорошо. То более простая теория, вероятнее, что она более истинна. То есть, если равноценные есть объяснения, то нужно выбирать более простое. То есть принцип Акама или принцип простоты. Мы используем его постоянно. И в нашей жизни, в обычных рассуждениях, и в науке. Простота – признак истинности. Если проиллюстрировать это из науки, каждый набор данных, у него есть бесконечный набор решений. Обладает бесконечным набором решений. Сейчас попробую я вам это как-то проиллюстрировать. Предположим, вы провели ряд измерений. Время и количество. Ну, какие-то измерения. По вертикальной оси время, по горизонтали – количество. И вы пытаетесь проследить некую систему. Вот какая здесь система прослеживается. То есть какая здесь функция? Линейная, да? По сути, линия возникает. И этой линейной функции достаточно хорошо этот набор данных описывается. Но идеально ли эта линия описывает? Нет, я могу провести вот другую линию, которая буквально все измерения учет. А почему я выбираю прямую линию, а не кривую? Да, я могу даже вот так на самом деле соединить эти измерения, вот с помощью такого графика. То есть здесь идеально учитывается весь набор данных. Но почему же наш разум по природе выбирает вот прямую, линейную функцию? Почему? Ну, наукой невозможно заниматься без этого. То есть все равно можно бесконечное число вот таких линий, соединяющих эти точки провести. Но требуется принцип простоты. То есть то, что проще, вероятнее, является ближе к истине. Это первый этап, первый шаг в этом аргументе. Второй этап. Бесконечность – это очень простое количество. Это очень странное, да, высказывание. Но оно истинное. Бесконечность – это очень простое количество. Что я имею в виду под простотой? То есть вот с точки зрения познания, да, с точки зрения идей, описывающих это понятие. Это очень простое. Это не что очень простое, бесконечность. Почему так? Потому что бесконечность – это обратная сторона нуля. А нуля… ноль – это самое простое количество. То есть что труднее объяснить? Что вот с концепциальной точки зрения будет сложнее? То, что один инопланетянин ходит по центру Санкт-Петербурга, или что ноль инопланетян ходит по центру Санкт-Петербурга. Конечно, что ноль – это проще. Это, конечно, такой шуточный пример, но есть множество примеров, где это так. Ноль – это очень простое количество, и мы часто им пользуемся, потому что это простое количество. То есть когда ноль, да, то, в общем-то, вопросов-то не остается, да, когда ничего нет. И то же самое касается и бесконечности. Потому что, вводя понятие бесконечности, мы убираем практически все вопросы. Если проиллюстрировать это. Да, сколько целых чисел существует? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Сколько целых чисел существует? Всего. Бесконечное количество. Вам не кажется странным, что все мы легко приняли вот это понятие, что бесконечное количество целых чисел? Во всей истории человеческого рода у нас их не надо. Я не знаю, что это. Но есть, есть, но есть, есть. И нет людей никогда не имеется в силу или никогда не будет думать о величине тем, что что-то, или вообще, Насколько числа, достаточно relat 이번. Да, может, вы рассказали. Извините. Подписывайтесь. Извините. Значит, если взять во всей целостности человеческую историю, всю историю человечества, вот, и подумать о каком-то числе, вот, которое самое большое число, которое может себе вообразить человек. Я не знаю, что это за число, и вы тоже не знаете. А, но вот с тех пор, как существуют люди, вот это число было самым большим во всей истории. А сколько есть чисел больших, чем это число? Бесконечное количество. А сколько чисел мы просто вообще отбросили? Бесконечное количество. То есть, оно нам просто не нужно, не нужны эти числа. Мы их просто отбросили мысленно. Но почему же мы говорим, а, бесконечное число? Никто даже не понимает, что это значит, да, что такое бесконечное число. Но оно есть, просто поверьте нам, оно есть. Почему мы так говорим? Я на самом деле считаю, что все это результат действия принципа простоты бритвы Акама. Если я говорю, хорошо, вот есть самое большое число. Я даю вам, назову вам самое большое число, которое только нужно людям, человечеству. Спасибо. Не, я вернусь, так что не надо. Если я вам такое число назову, вот я вам скажу, вот это самое число, которое вообще понадобится когда-либо человеческому роду, то какой вы вопрос зададите? Что вы подумаете? То есть, не важно, математики вы, нет, верно, у вас возникнет подобный вопрос. Что вы подумаете? Да, а если я вам назову это число? А, хорошо. А что если умножить? А что если это число умножить на два? А если на пять? А если возвести в квадрат? И мы немедленно видим, что какие дополнительные вопросы возникают, дополнительные сложности. Но мы можем применить бритву Акамма и сказать, что нет причины вот идти так бесконечно. Мы ограничиваем, мы ставим границы с помощью нуля, потому что ноль является самым простым количеством. Ученые сейчас спорят о размерах Вселенной. Есть такие релятивистские представления о Вселенной, в которой говорится о том, что Вселенная конечна, но не имеет предела. То есть, она как бы сворачивается в некую спираль. Но есть и среди ученых теории о том, что Вселенная бесконечна. И многие-многие годы, еще до возникновения теории относительности, в Ньютоновой физике всегда, как бы это было постулатом Ньютоновой физики, что Вселенная бесконечна. Это было заимствовано еще у Аристотеля. Вселенная бесконечна. И можно увидеть, почему. А что, если бы я вам сказал, нет-нет-нет, есть край Вселенной, есть. Можно долететь, то, если достаточно долго лететь на космическом аппарате, можно до края Вселенной долететь, то сразу возникает вопрос какой. А что, если я вот через этот край свой палец просуну или палочку ткну, то во что я упрусь там? Совершенно верно. И поэтому, какое понятие самое простое оставляет меньше всего вопросов? Возвращаемся к бритве Акама, к простоте. Самое простое понятие – бесконечность. Вселенная бесконечна имеет пределы. Итак, это второй шаг в аргументации свин вордах. То есть, что бесконечность – это очень простое понятие, самое простое. Оно странное, не укладывающееся в голове, но простое. Третья часть его аргумента такова. Из всех вообще людей, которые теоретически могут существовать. Представьте разумных существ, например, марсиане, тоже люди, или, например, некие киборги, которые в своем развитии становятся людьми, разумными существами. Из всех теоретически возможных разумных существ, какой род разумных существ самый простой? Не знаю, подействует ли этот аргумент. Сейчас я тут немножко сотру доски. Джим Берд. Очень просто, очень простой человек. Красота, да, сила, мудрость, свобода. Нет, вот красоту не будем вводить в это уравнение. Вот для каждого человека мы можем оценить, что ли, вот по таким показателям. Насколько силен Джим Берд? На самом деле, я немножко в свое время поднимал тяжести, работал с весом. Что-то могу поднять над головой. Ну, икс, обозначим икс, какое-то количество, не буду говорить, какое. Насколько мудр Джим Берд? Ну, докторская степень есть, я преподаю. Ну, может быть, какой-то интеллект у меня есть, мудрость, это нечто другое. Ну, обозначим и игреком ее. Свобода, насколько я свободен, насколько я способен делать то, что выбираю делать. Я многое могу делать, но, опять же, очень много есть ограничений моей свободы. Я заключаю соглашение вот о том, чтобы преподавать в институте, в церквях. Я воспитывал детей, у меня есть внуки. То есть, много есть ограничений моей свободы, и добровольных, и недобровольных. То есть, даже если я захочу, я не могу, замахав руками, взлететь. То есть, это ограничение моей свободы. Так, тоже ограниченное количество, ограниченное количество свободы я обладаю, правильно? Итак, это Джим Беррд. Представим Зевса. Вот он у нас сегодня, объект на смеши. Зевс. Теоретическая фигура некая. Ну, насколько она сильна? Насколько он сильнее он, чем я, или слабее? Вот хорошо. Это он х умножить на миллион. Миллион раз сильнее меня. Ну, много, большой силой обладает. Насколько он мудр? Насколько мудр Зевс? Некоторые мифы его описывают, как очень мудрым, а в некоторых мифах он представит, как очень глупый. То есть, его можно и надуть, как-то обмануть. То есть, возможно даже, что я умудрее Зевса. Не знаю точно. Ну, оставим Y, представим, что он настолько же мудр, как я. Ну, хорошо, плюс 10, Y плюс 10. Насколько свободен Зевс? Насколько свободен Зевс по сравнению со мной? У него есть обязательства добровольные, как короля Олимпа, и недобровольные. То есть, хотя он много спит с другими богинями, и жена его наказывает на это. И постоянно появляются отпрыски от его, этих интриг. Но все-таки гораздо больше свободен обладает, чем я. Но тоже она ограничена. И представим, что вот любого человека, которого вы только можете себе представить, вот так вот можно разложить тоже по этим показателям. То есть, вот какой человек в этом вашем списке будет самым простым? Самым простым какой будет? Личность какая самая простая? Если Бога здесь поместить, то все становится очень простым, уже не нужно гадать. Сила, мудрость. Вот в России такой же символ, таким же символом бесконечность обозначается. Все очень странно, да, очень непривычно, но очень просто. И если вы зададитесь вопросом, Бог сильнее, чем Джин Берр, то вам уже не нужно гадать. Вы знаете, что сильнее. Если вы спросите, Бог сильнее, например, сильнее, чем инопланетянин, хищник из фантастического боевика, да, тоже сильнее. То есть, все ответы на эти вопросы очень простые. Очень это странно, вне нашего разумения, но в то же самое время просто. И мой аргумент таков, что это одна из причин того, почему идея Бога так привлекательна для людей. Итак, я закончил здесь, но на этом спасибо, на этом мы закончим, делаем перерыв.